добрый день дорогие мои профессионалы и просто любители красоты с вами художник гример денекина светлана прекрасная модель ольга и в этом видео уроке рассмотрим на среднюю длину среднюю густоту вот такую вот эффектную укладку а также в следующем видео уроке я вам покажу расскажу как я выполнила макияж начнем с укладки укладка на самом деле по технике исполнения очень легкая справится даже самый начинающий мастер и так обо всем по порядку поехали для укладки нужны чисто вымытые сухие волосы никакой предподготовки волос я не выполняла сразу начиная работу с нижней затылочной зоны и нижнюю затылочную зону и первую прядь отделила достаточно широко примерно около трех сантиметров глубина пряди и начинаю выполнять начес фиксацию а затем уже плойкой накручиваю локоны хочу сразу сказать по поводу плойки плойка на самом деле 28 миллиметров диаметром это алиэкспресс китай но достаточно хорошего качества я про нее очень говорила много в предыдущем видео уроке и провела даже розыгрыш на подобную плойку здесь немножечко другая отличается плойка но отличается она чем дизайном нагрев тот же самый поверхность та же самая и единственный диаметр у нее диаметр 28 миллиметров 28 миллиметров вы найдете плойку только как правило на китайских сайтах потому что никакая профессиональная хорошая компания baby лист допустим не выпускает 28 миллиметров плойка имеет элемент вращения соответственно когда вы выполняете накрутку вы можете пальцем крутить по ролику и плойка вращается то есть вы прядь накручиваете и параллельно пальцем закручиваете и плойка вращается это ускоряет процесс естественно накрутки и так чем выше я уже беру пряди тем соответственно они тоньше обязательно то есть если я сказала что нижней затылочной можете прям смело три сантиметра взять и накрутить все верно потому что там не важно там не важно элементы тонкие детали не нужны на нижней затылочной зоне когда вы переходите ближе к макушке пряди берете то проборы делайте тонкие тогда будут локоны качественные и стойкие и вам легче их будет разбирать и придавать им форму поэтому как раз сантиметр полтора это хорошая ширина пряди и так на объем после начеса я зафиксировала запаяла начес а после этого начинаю накрутку вот вы видите я доворачиваю пальцем колесик и получается автоматически так плойка прокручивает и ускоряет мне процесс накрутки что касается инструментов то на самом деле 19 числа будет прямой эфир и там я вам подробно буду рассказывать инструменты какие лучше купить первые инструменты какой выбор сделать в любом случае вы можете задать мне вопросы лично накопившиеся возможно поэтому подключайтесь прямой эфир в час дня 19 ноября тем самым я уже накрутила пряди до уха краю уха и начинаю разборку то есть поднимаю все прядки подкалываю и разборка у меня состоит в следующем то есть нижние затылочные пряди нужно разбирать очень так массивно и не делать их тонкими то есть здесь не нужно задавать тонкую текстуру почему потому что тонкой текстуры иногда проседает если вам нужен все-таки эффект надежности волосы тяжелые непослушные и свисают и вытягиваются то вам нужно задать основу такую подушку из-под низа чтобы на нее уже выкладывать все свои пряди поэтому нижние пряди массивно возможно даже больше начеса добавить если совсем уже локоны у вас не держатся и падают то расширяете прядь естественно сдаете такой 3d объем в этом вам в чистоте в помощь видите у меня на ручке я сделала чуть-чуть взяла воска воска стиковый aliexpress также часто на него ссылку я вам кидаю в комментариях ссылки или вконтакте кстати ссылки я все всегда под видео указывают точно в контакте потому что там не проще быстрее это все сделать и естественно когда я выкладываю пряди то на пальцах у меня уже есть разогретый воск от этого происходит чистота в работе то есть когда я вытягивают все свои прядочки то в любом случае проработка идет уже с воском если вам нравится работать спрей воском то советую редкин воск очень часто я им также работаю но все-таки мне хочется вам сделать такой вот ролик чтобы вы смогли позволить все во первых купить воска редкин не во всех городах даже есть не всегда его удобно и везде найти можно а вот стиковый воск с aliexpress можно заказать за 200 рублей прекрасно им работать и так каждую прядь я расширяю задаю такой 3d объем и очень важно в разборке локонов фиксацию выполнять из-под низу то есть обратите внимание что я лак всегда направляю снизу вверх чтоб поток воздуха еще больше приподнимал локон и фиксировал его из-под низу тогда объем не будет оседать у вас второй момент при работе с лаком очень важно брызгать все-таки дальше то есть струя воздуха должна быть не влажная от того что вы близко брызгайте а наоборот сухой сухой поток воздуха лака он приподнимает обволакивает и делает легкой фиксации даже вы когда кажется клиенту у это меня уже забрызгал лаком я дышать не могу нет но когда вы брызгаете то есть все верно лака вроде много вокруг на самом деле вы брызгаете им издалека и на волосы попадает лишь часть этого достаточно то есть достаточно лака чтобы зафиксировать и задать укладке фиксацию но не утяжелить каждый локон по поводу чистоты в работе много раз говорю что нижняя затылочная зона в любом случае перекроется верхними прядями поэтому идеальных делать не нужно их никто там не увидит внутри самое главное задать объем на нижних прядях а верхней пряди вот тут то уже будете стараться и создавать чистую красивую идеальную работу это я к тому веду что очень часто спрашиваете по времени сколько занимает времени данная укладка и чем длиннее гуще волос тем понятное дело локоны делать по времени дольше поэтому хочется как-то это время сократить ускорить процесс и вот еще раз показываю что пряди очень тонкие но ширина пряди берется на уровень ширины плойки в данном случае то есть у меня плойка достаточно рабочее пространство широкой поэтому я смело беру широкую прядь в разборке я могу эту прядь делить на несколько уже прядочек но при накрутке ускоряется процесс что она все-таки у меня сама по себе широкая в данной укладке никакой дополнительной пудры для объема я не использую но если у вас не держится начес если волос настолько непослушный пушистый или скользкий тяжелый то мой совет конечно же берите в руки пудру для объема самый обычный можете купить taft и она прекрасно вам сделает прикорневой объем то есть перед начесом вы должны присыпать пудрой на зону начеса и после этого уже выполнять начес то есть пудра делает волос таким немножко как бы сказать несколько не скользким а наоборот чуть-чуть грязнит его и задает такой вот шероховатый вид соответственно расческу у вас просто легко выполняет после этого начес ну конечно не расческа сама по себе а вы своими руками просто я имею ввиду что расческой не скользит так по волосам после пудры поэтому процесс естественно вам облегчит задачу когда я перехожу уже выше то пряди беру тонкие в разборке в тонкие в накрутке потому что я хочу задать на верхних прядях более тонкую текстуру это лишь мое желание потому что я хочу укладку все-таки такой в легкую форму перевести на самом деле любые тонкие локоны можно потом соединить и сделать толстыми то есть разборка каждого локона это дело фантазии и на самом деле желание вашего клиента если он какие-то локоны индивидуально хочет то соответственно вы ему и их делайте и потому что плойка одна и та же 28 миллиметров 32 миллиметра 25 миллиметров но локоны на этих плойках можно сделать совершенно разными разными как при накрутке так и при разборке а когда работаем с верхними прядями видите уже чистовая работа начес не видно потому что здесь уже чистая часть прически должна быть соответственно начес выполняю но очень легко обязательно начес потом на плойку на объем запаяла вот так вот чтобы прядь стояла веером раскладывалась а после этого накрутку выполняем и так накрутка идет от лица в данном случае потому что пряди удобнее всегда в разборке когда вы накручиваете все-таки все-таки лицевые конкретно пряди от лица направлении в затылок и обратили внимание дом что у меня у прически нету как такового пробора то есть волосы на бок перекинуты но пробора отчетливого четкого нету это как бы такая вот интересная особенность данной укладки которые хорошо зато задает объем на макушке и удобен такой вот способ в раскладке чисто технически на самом деле его легче сделал чем например делать пробор и он эффект не смотрится в любом случае когда вы делаете все таки какой-то вечерний образ и с пробором и все каждый день ходим согласитесь а когда вы делаете какую-то изюминку укладки то клиент вам больше видит в зеркало интересная какую-то особенность поэтому мой совет пробуйте укладки делать и без совсем пробора просто перекидывайте на одну сторону ну как просто просто сейчас я покажу как это просто я выполнила в любом случае накручиваем до теменной зоны локоны и направление делаем лицевых прядей от лица обязательно еще раз хочу обратить ваше внимание глубина каждой пряди пробора буквально сантиметр полтора не толще прядки берем а ширина пряди можно брать гораздо толще при начесе вот вы видите я прям на ширину расчески буквально работаю с прядкой фиксирую лаком а затем провожу накрутку уже и тут я работаю без пробора то есть полностью я пряди буду накручивать на затылочную зону направляем но единственно я буду плойку разворачивать в сторону ту самую где пойдет весь объем перекид прядей будет данный момент будет понятен когда я покажу сейчас другого ракурса немножечко как я буду пряди с другой стороны брать и тогда вам понятнее будет всю накрутку уже разборку продолжаю каждой прядочки направляю на затылочную зону весь объем то есть не нужно вам сосредоточивать объем на плечо чтобы свисал нет лучше всего направлять все-таки на затылок весь объем в любом случае если клиент захочет на плечо они легко лягут на плечо то есть вы можете разделить локоны но для общего картина когда вы ведете раскладку всего объема то мой совет все пряди полностью направляйте на затылочную зону тогда вам удобнее будет контролировать наращивание объема если ваши клиенты любят какие-то интересные локоны то мой совет тогда вы выпрямляйте концы при данной укладки с прямыми концами было бы гораздо эффектнее но на мой взгляд на самом деле но тут опять на любителя то есть у каждого мнение свое и дело вкуса поэтому если клиент хочет какие-то эксклюзивные локоны то мой совет берите в руки тогда утюжок и когда вы накрутили на плойку локоны то затем пройдитесь утюжком и выпрямите концы то есть буквально два сантиметра от конца прямого тогда будут локоны так эффектно торчать но это будет стильно красивый и интересно для того чтобы у вас лицевые пряди не падали не заваливались в объеме то соответственно вы можете использовать такие вот деревянные спицы вы можете наблюдать у меня уже одна спица стоит и при раскладке теменных прядей я часто очень их использую самые обычные тонкие деревянные спицы когда вы втыкаете то соответственно спица придерживает любую прядь локон не заваливается вы затем его раскладываете фиксируете он высыхает фиксация проходит и прическа приобретает нужную вам форму за счет этого если у вас локоны не держатся по форме то крутите на жидкий лак на самом деле сколько клиентов столько разнообразного типа волос и способы способы накрутки всегда разные то есть это не значит что вы один лак в руки взяли и все время на нем работайте нет миксуйте миксуйте жидкий лак мусс возможно солевой спрей сахарный спрей лак разные фирмы берите пробуйте какой вам понравится например я люблю все-таки на шварцкопе работать но нравится год тубе мне еще нравится если как бы дополнение к нему я год тубе используем но в любом случае это ваша работа и ваши любимые какие-то укладочные средства которыми вы достигаете своего нужного результата то есть пробуйте экспериментируйте и это всегда приятно в работе потому что чем-то новым поработать и приятно удивиться что оказывается укладочные средства есть даже лучше тем более ничего не стоит на месте то есть полностью индустрия настолько массово выпускает новые любые текстурирующие препараты то есть укладочные средства различной фиксации поэтому пробуйте никогда например раньше я не слышала даже о том что бывает спрей воск сейчас я прекрасно им работы и замечательное средство которое задает текстуру чистоту в работе поэтому всегда есть чему научиться и попробовать и кстати поэтому лучше всего разных мастеров всегда слушать потому что у каждого мастера есть своя какая-то фишечка я также как и выхожу на мастер-классы потому что интересно когда топовый тебе стилист рассказывает свою технику я и знаю как сделать по-своему но когда человек говорит ее по-другому нежели сделать ты пересматриваешь немножко где-то какую-то изюминку берешь к себе в работе и так я накрутила все пряди и вот я вам показываю что направление задавала как раз на одну сторону и теперь мне нужно проработать с челкой а после этого раскладывать всю теменную зону то есть темную зону я накрутила но не раскладывала при работе с челкой на самом деле все зависит от насколько челка густая у вас как прострижена тут у меня немножечко челочка даже наискосок поэтому соответственно в любом случае выполняю прикорневой начес вытягиваю фиксирую и если вам нужна прямая более челка то соответственно вытягиваете ее естественно утюжком я все-таки хочу немножечко челочку задать в объеме и закруглить поэтому использую для этого плойку при раскладке мне нравится работать расческой с вилочкой то есть металлические зубцы на конце и они удобно очень задают вам текстуру каждой прядочки начес не счесывается за счет этого и вы удобно раскладываете любую челочку любые прядки то есть вы видите что я расчесываю челку задаю текстуру если где-то мне нужно зафиксировать каждую прядочку в стоячем состоянии я буду использовать также деревянную спицу на руках еще раз на пальцах я нанесла воск то есть если я каждый раз не проговаривают то на самом деле он у меня уже есть на пальцах и раскладку я выполняю с помощью воска поэтому текстуру пряди у меня задается на самом деле если вы прихмахер то естественно вам привычнее было челку протянуть на брашинг а затем уже из нее вытягивать текстуру и создавать форму если вы свадебный стилист и возможно фена у вас под рукой не было поэтому мой совет либо это плойка либо это утюжок но в любом случае вы протянули а затем начинаете формировать уже саму форму челки то есть насколько вы хотите ее приподнять и очень важно чтобы клиент ваш смотрел в зеркало и контролиру потому что понятное дело здесь уже такая часть прически которая видна клиенту и ему не безразлично какой объем на лице у него будет вслед за челки я начинаю уже выкладывать верхней пряди то есть когда вы сделали челку она вам нравится можно ее подредактировать любом случае следующие пряди идут верхней кроющей то есть берем тонкие прядки и начинаем вытаскивать из них уже объем то есть вам нужна стоячая форма ребра каждой пряди тот самый момент когда вы спрашиваете как же выкладывать мне лицевые пряди то есть как сделать форму прически у лица соответственно мой совет в первую очередь еще раз повторюсь берем тонкие прозрачные пряди выполняем легкий прикорневой начес после чего если вам нужно зафиксировать объем ставим каждую прядь на спицы но в любом случае прядь раздвигаем вверх то есть вверх тогда у вас получается нарастает объем и прическа получается вытянутую форму задает почему я сказал что проще выкладывать без пробора потому что от пробора нужно вправо и влево суметь сосредоточить объем правильной формы когда у вас нет пробор вы просто перекидывайте на противоположную сторону каждую прядь как я сейчас делаю в расставляете в объем стоячую форму то есть ребро делаете и собственно все то есть заглаживаете каждую прядь доводите до чистоты потому что она естественно задает чистоту в прическе и собственно вот и вся раскладка теменной зоны то есть это не сложно делать когда у вас есть пробор в чем сложность в том чтобы в проборе не было дырки провисания то есть возможно правое с правой стороны или с левой с одного виска меньше волосы реже растут и соответственно у вас будет там провисание когда вы перекидываете на одну сторону у вас объем автоматический уже задается на противоположной стороне а на той стороне где нет объема то есть это нормально и ничего страшного в этом нет в этом и фишка данной укладки таким образом прядь за прядью прям вот тонкими прядями перекидываю и естественно на одном перекиде у вас не как бы прядь вы перекинули на другую сторону сделали раскладку зафиксировали лаком но пряди не будут держаться потому что они живые естественно ветер естественно танцы мы куда собираем наших девчонок так скажем на возможно на какое-то увеселительное мероприятие соответственно обязательно нужна фиксация фиксация каждой прядки на затылке я выполнила невидимкой то есть возможно на видео где-то я это не продемонстрирую не покажу потому что на затылке я не могу у меня камера стоит спереди и соответственно невидимками подкалываем внутри каждой пряди тогда эта укладка будет надежно зафиксирована вот сейчас вы видите в данном случае я крайнюю прядь подкалываю и скрываю то есть невидимки не должны быть четко видно потому что это не декоративные некрасивые обычные поэтому соответственно их максимально нужно скрывать после того как вы закрепили все прядки которые перекинули на противоположную сторону в таком случае вы можете уже доработать как раз пряди свисающие то есть их естественно нужно правильно задать форму то есть раскладки собрать в единую такую массу красивую свисающие в любом случае любая укладка это живая укладка то есть мы создаем форму да она все правильно идеально но ветер я говорю любые то есть как бы параметры того что живая укладка приобретают свою живую форму в течение всего дня поэтому и задачи стилистов наша с вами задача создать форму а локоны пусть они будут максимально естественными и ничего страшного в этом нет что они начинают слегка пушиться где-то сбиваться или где-то наоборот мягче становиться то есть они естественно еще даже красивее и так макияж я выполнила светлых теплых оттенках которые освежают лицо самая главная задача была сделать минус 10 лет оле надеюсь вы посмотрите данное видео и много фишечек расскажу как освежить как омолодить лицо как задать свежесть поэтому кто не подписался еще на мой канал обязательно подписываемся все секреты я рассказываю подробно показываю а кто любит инстаграм таком случае добро пожаловать ко мне в инстаграм в инстаграме я выкладываю все свои короткие видео уроки поэтому добро пожаловать ко мне в инстаграм от 19 ноября в час дня прямой эфир все расскажу подробно и отвечу на ваши вопросы по поводу инструментов как вы считаете такая укладкой ольги идет не идет обязательно пишите свое мнение внизу в комментарии если есть вопросы вы также их можете задать внизу в комментарии или написать уже в личку вконтакте предварительно добавив меня в друзья с вами была художник гример динякина светлана прекрасная модель ольга а благодарю всех за просмотр всем пока до новых встреч